Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Николай Юшкиевич. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В православных храмах Украины отслужили молебны в честь Пресвятой Девы Марии. Во время проливного дождя 19 и 20 сентября в Белгород-Днестровском затопило дом детского творчества и библиотеку имени Катаева. Правоохранители столицы Придунавья по горячим следам задержали разбойника. В Измаил едет музыкальный батальон. Об этом и не только смотрите далее. Оставайтесь с нами. 21 сентября в православных храмах Украины отслужили молебны в честь Пресвятой Девы Марии. Этот праздник самый первый в церковном году. Для верующих он считается великой радостью, так как родилась заступница всего рода человеческого. Елена Малаеван продолжит тему. Звон колоколов чарует своим звуком. Верующие спешат в церковь. В этот день все православные христиане отмечают первый великий праздник в церковном году – Рождество Пресвятой Богородицы. Он имеет большое значение в жизни верующих, ведь именно с рождения Богоматери началось совершаться таинство спасения людей. Она была избрана для того, чтобы явить человечеству Бога. Я от всего сердца, от всей души хочу поздравить всех нас с этим великим праздником, ибо действительно великая радость воссияла всему миру о рождении Пречистой Божьей Матери, которая стала храмом для Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который был рожден от нее. Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы празднуется церковью как День Всемирной Радости, так как в жизни православных христиан появилась заступница – ходатайца за весь человеческий род. Пречистая Дева молится за верующих. Она просит своего сына, чтобы он помиловал каждого, даровал время на покаяние и спасение души, говорят священники. В сегодняшний день мы воспоминаем это великое событие, когда святые праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Владычицы Богородицы, долгое время не могли иметь детей, и уже в глубокой старости был один случай, когда святой праведный Иоаким пошел в храм, чтобы по ветхозаветному закону вознести жертву. Как говорится в Писании, Иоаким и Анна были верующими людьми, они всецело покорялись Богу. В иудейском народе было поверье, если у семьи нет детей, то они прокляты, и многие люди отворачивались от такой пары, порой даже не здоровались с ними, а некоторые даже боялись, чтобы такая семья не приходила в их дом, так как она может осквернить его. И когда святой праведный Иоаким пришел в храм, чтобы вознести молитву и принести жертву, его из храма изгнали. И он после этого удалился в пустыню для того, чтобы возносить молитвы Богу, благодарность Богу за те испытания, которые он приносит на их семью. И святая праведная Анна также встала на молитву. И после этого Господь услышал ихнюю молитву, увидел ихнюю искренность, увидел, что все испытания на протяжении долгой жизни, которые они проносили, они пронесли их Богоугодно, спокойно, смиренно, с любовью. И дарует им чада, чада Марию, которая являлась причистой Божией Матерью, от которой рожден был Спаситель мира. Пресвятая Богородица является милосердной заступницей всего рода человеческого. Образ Пресвятой Марии символизирует и великое предназначение женщины. И каждый православный христианин постоянно просит помощи у причистой Девы. Именно в сегодняшний день мы с благодарностью Господу благодарим Его за все то, что Он дарует нам. Благодарим, что Он нам дал причистую Божью Матерь, которая является заступницей за каждого из нас. По Ее молитвам в сегодняшний день я желаю всем нам милости и благодати Божией, телесного здравия, души спасения, чтобы по Ее молитвам в наших сердцах и душах лилась только любовь, лилась только смирение, лилась благодарность Богу, чтобы каждому из нас была видна та любовь, которую дарует нам Господь и покрывает нас своим амофором, причистая Божья Матерь. С праздником вас! Храни вас всех, Господь! 19 и 20 сентября погода внесла свои коррективы в обычный ход жизни Аккермана. Дождь смывал все на своем пути, а порывистый ветер даже валил деревья. Подсчитывать ущерб, нанесенный непогодой, будут и подрядчики, которые ремонтировали крышу в Доме детского творчества и библиотеке имени Катаева. О чем идет речь, расскажет Татьяна Карпенко. Стихия, которая разгулялась в Аккермане 20 сентября, оставила крайне неприятные следы. Дождь смывал все на своем пути, а порывы ветра валили деревья. Но, как оказывается, к такому развитию событий некоторые были не готовы. Особенно работники, которые ремонтируют крыши Дома детского творчества и библиотеки имени Катаева. На библиотеке, на Дом пионеров, Дом творчества, деньги выделяются у нас Одесса, так как это объекты областного значения, вы это все знаете. То есть это не городские объекты, это объекты областного значения и деньги выделяет Одесса под эти объекты. И подрядчики они там через свои конкурсы назначают и контролируют работу. Мы просто имеем контроль, сторонний контроль тех работ, которые производят. В связи с тем, что данная ферма, которая сейчас работает, она на субпотряде, то у них были проблемы с обеспечением материала для крыш. Одну библиотеку они успели накрыть, вторую они там производят работы, а на Доме творчества они закончить не успели. К сентябрю работы завершить не успели, а приступили к ним еще в начале июня. И вот результат. Директор городского центра детского творчества в ужасе от происходящего. Говорит, что в некоторых классах за родительские деньги сделали ремонты и все тщетно. Ну вчера, когда все это текло, валилось, это впечатление, конечно, не сегодня солнышко на улице. Здесь просто ручьем текло. Количество бедер, ну как бы на полу же все видно, да. Это в связи с тем, что не докрыли крышу. Не закончили работу. Не покрыто, только гидробарьер. Гидробарьер слабенький и он пропускал как сито. Фирма, которая выполняет работы из области. На момент нашего приезда на крышу не было ни одного работника. А устранять последствия пока никто не торопился. По словам заместителя мэра, подрядчик готов покрыть расходы нанесенного ущерба. Но это в будущем. А пока Левтина Трегубова со страхом вспоминает минувшие события. Никто не предполагал, что такой ливень будет. И на ночь тут у нас был и рабочий, и сторож. Но справиться с этим потоком воды, это же просто дыра. Она покрыта такой сеточкой, которая пропускала, ну как сито воду. И оно лилось. И в три часа ночи звонит сторож и говорит, я не справляюсь. Мы вызвали рабочего сюда. Он пришел и что? Это невозможно. Мы вчера целый день все выносили, вычерпывали, выливали. Там лило так, вот 200-литровая бочка и 12 ведер. И каждые 20 минут ведро набиралось, его выливали. Можете себе представить, сколько раз люди вот это вот туда-сюда, туда-сюда. Библиотеки имени Катаева, где эта же фирма ремонтировала крышу, такая же ситуация. Ночь на 20 сентября и в течение дня сотрудники Дворца книги провели с ведрами в руках. Протекала даже новозделанная кровля. Что это? Помощь или новая проблема? И где гарантия, что все последствия подрядчик устранит до наступления холодов? Ведь контроль в городе за этими объектами фактически никто не осуществляет. Ответы на эти вопросы власти Акермана дать не могут. А тем временем судьба ребят, которые проводят в Доме творчества и библиотеке Катаева немалую часть своей жизни, находится в руках областных чиновников. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Спасатели и электрики продолжают устранять последствия разгула стихии на Одессе. Как сообщили в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 9 часов утра 21 сентября в Одесской области оставались обесточенными 8 населенных пунктов. Из них в Раздельнянском районе 5, в Коминтерновском 2 и в Украинской Бессарабии, а именно в Измаильском районе, жители одного из сел ждут возобновления электропитания. Всего в ликвидации последствий непогоды участвовали 161 спасатель и 41 единица спецтехники. На восстановление электросетей от облэнерго задействовали 5 бригад. Проблемы, которые существуют в Белом городе на Днестре, беспокоят горожан. Местные жители регулярно жалуются на стаи бродячих животных, дороги и мусор. К ним присоединились и окерманцы, живущие на углу Еврейской и Кишиневской. О чем они говорят, смотрите в следующем сюжете. Ось такие смятевые завали можно побачить на розе Еврейской и Кишиневской. Розкиданные на круги речи залишают недосить приемное вражение для местных жителей и их гостей. Проблема для них нова, и ее стоит неодменно забыть. А где же, нет. Только вчера я ее видела. А гарамус рада завжди она. И приезжают, прибирают, потом снова ее. Ось цей молодой человек помітив біля смятевого контейнера дещо цікаве. Ну, вчера тут бабушка выбирала себя. Две торбы набрала, понесла домой. Или топить, или я не знаю, зачем. Розповів акерманець и про инши проблеми, которые торбуют жителей этого микрорайона. На заводской есть мусорка, там постоянно мусор, стая собак кидается на детей. На Кишиневской сейчас возле Катрины немного убрали. Тоже постоянно было мусор. Ось для цієї жіночки найболючіші теми, що існують на вулиці Кишиневській – це дороги та собаки. А керманка вважає, що їх варто якнайшвидше усунути. Для цього необхідно підлатати асфальтове покриття та нарешті збудувати у місті притулок для братів наших менших. На нашій уліці, особливо Кирова і Кишиневська, проблема только в дорогах. Особенно зима, коли істоки всього з городу, що йде, все к нам льється, именно на Кишиневську. І нечистоты, істоки от всього города з дождя. І ось дивите, які руїни тут переживаємо, ми же з цих собак. Всі собаки з міста, з сел привозять именно на нашу уліцю, тому що ми последняя уліця. Но нам некуда діватися, ми їх кормимо, вони вон плодяться одна за одной. Ось такі питання ставлять до місцевої влади акерманці, котрі мешкають на розі Єврейської та Кишиневської. Приємного мало, слід негайно ліквідувати усі проблеми. До того часу жителям доводиться просто змиритися з існуючим становищем. Анастасія Гетманець, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Пограничники Белгородністровського отряду поймали мошенника. Утром 21 сентября в пункт пропуска Кучурган на виїзд із України прибыл автомобіль Тойота, в котором в качестве пасажира їхал гражданин Молдови. Во время проверки документов стражи Кордона выяснили, что 35-летний іностранец находится в международному розыскі по линії Інтерпола. Як стало известно, за мошенничество і подділку документів його искали правоохранители Республіки Молдова. Мужчину задержали, передали полицейським Розненянського района. О його поїмці сообщили в українське бюро Інтерпола в Києве. 1 і 2 октября в Ізмаїли будуть проходить Дні Города. В третий раз общественна організація «Музыкальний батальйон» проведет в столице Придунав'я рок-фестиваль «Дунайская сеч». О том, как это будет в этом году, рассказал на пресс-конференції Валерий Субботин. Уже вовсю идет подготовка к празднованию дня рождения столицы Придунав'я. Дни Города приближаются. Гостями і участниками торжеств в этом году будуть і нові, і вже известні лиця. Среді них і «Музыкальний батальйон», який почав свою деятельність в январі 2015 року. Музыкальний батальйон – це волонтерська організація, яка розпочала свою деяльність в 2015 році, січня місяць. Сьогодні це вже оформлена громадська спілка, творче-патриотичне об'єднання «Музыкальний батальйон». Музыкальні коллективи, входящі в состав этой общественній організації, ставять своєю целью поднять уровень патриотизма, привити любовь к українському язіку, культурі, традиціям і обычаю. По-перше, це силою пісні, творчого слова доносити і розширяти українську культуру, традиції українські, в тій місцевості, яка це потребує. В першу чергу, ми говоримо за схід нашої України, на перефронтові населенні пункти. Друга мета – це вкласти свій внесок в питання підйому і підтримання високого бойового духу наших воїнів, безпосередньо воюючих на фронті. Для рішення цієї задачі ми практично щомісяць перебуваємо на межі, тобто в тих перефронтових населенні пунктах і військових частинах, які там знаходяться. За часу свого существування Музбат організував і провів в зоні АТО около 100 концертов. «Карта поїздок музичного батальйону дуже велика. Ми були і в Авдіївці, Мар'їнці, Курахово, Торецьку, виступали своїми концертами в Краматорську, Лісичанську, Сєверодонецьку. Також по таким містам Луганської області, як Білолуцьк, мали виступи і спілкувалися з мешканцями Маріуполя, Бердянська». Для того, щоб стати членом Музбата, необязательно бути популярним. Найбільше мерило – це патриотизм артистів і художників. В Ізмаїль активісти приїдуть по приглашенню мэриї в начальні октября і проведуть третій рок-фестиваль «Дунайська січ». Валерій Суботин отметив, що міська власть, столиці при Дунаві, всячески содействують проведенню фестиваля. «З підтримки міської влади, за їх сприяти, ми розпочали. У 2014 році цей фестиваль і щорічно вони вносять певний свій вклад в проведення музичного фестиваля. І в цьому році теж. Навіть тим планом, що вони частково беруть на себе логістичні питання, то забезпечення учасників фестивалю і забезпечення апаратурою для проведення виступів учасників». Заявок на участие в фестивалі 2016 поступило дуже багато. «Приїдуть різні, ще раз кажу, різні колективи. Але умова одна. Всі колективи, всі виконавці, які приїжджають, вони виконують свій репертуар мають на українській мові. Тобто український виконуються. Різні стилі, але підхід один. Це український фестиваль, рок-музики під відкритим небом. Це основна вимога до колективів. І будуть такі колективи, як Гайда Мака, буде Одесити, дуже музика. Будуть київські гурти, і Тінь сонця, і Сонячна машина. На афішах ви можете роззнайомитись, хто з глядачів зацікавиться, ці ж є і на офіційній сторінці Музбата, учасники, хто буде виступати в Ізмаїльі, і на афішах, які будуть розміщені в місті». Кроме концерта, общественники запланировали немало інтересних мероприятий. Буде фотовиставка, обличчя війни, буде здійснена презентация книги «Моя сестра Софія». «Газета День» буде робити таку презентацию. І дуже потужна була підготовча робота з узагальнення всіх пісень про Дунай. Ми випустили збірку пісень. Там більше 50 пісень, які виконувалися в різні часи українською мовою про Дунай. Як розказав Валерий Суботин, учасники фестиваля не ограничатся виступлением только на городській сцене. «Ми ще передбачаємо виступи у військовому колективі. І в плані фестивалю, але в рамках, будемо так говорити, сприяння погоди, ми відвідуємо ще військовослужбовців і тих людей, які розміщуються на острові Змаїна». Валерий Суботин і музикальний батальйон ждуть встречи з ізмаїльчанами і жителями района. І, звісно ж, приглашають посетити третій рок-фестиваль «Дунайська сеч» і своїми глазами увидеть і услышать артистів, які вже готовіться к цьому событию. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бісарабія ТВ. Правоохранители столицы Придунаві по горячим следам задержали розбойника. Як сообщають корреспонденты інтернет-издання «Измаїл» сегодня, со ссылкой на пресс-службу местного отделения полиції, злоумышленник проник в частний дом, но ему помешал вернувшийся домой хозяин. В дверях он застал незваного гостя, который держал в руках его хозяйственную сумку с двумя сковородками. Мужчина попытался остановить преступника. Последний, чтобы избежать ответственности, несколько раз ударил его ножом и скрылся с места событий. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию. Придя в себя, он рассказал полицейским о происшествии. Стражи закона приступили к поиску розбойника и уже через несколько часов нашли его. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний гражданин, который уже сознался в содеянном. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Ансамбль народного танца «Бессарабский сувенир» из Акермана. Об этом коллективе знают во многих странах мира. Неоднократно его участники занимали призовые места на различных фестивалях и конкурсах. Сегодня мы хотим рассказать о человеке, без которого ничего этого бы не было, а именно о его основателе и бессменном руководителе Иване Микулине. Всегда с улыбкой на лице и жаждой к победе. Участники ансамбля народного танца «Бессарабский сувенир» 22 года заявляют о себе всему миру. Уже пять смен поколений танцоров. Его выходцы продолжают нести наследие украинской культуры. Они учатся, строят сольные карьеры и создают свои группы для начинающих. Но чтобы добиться успеха, они тренировались дни напролет под трепетным и требовательным руководством Ивана Микулина. Кто-то закончил студию «Вирского», кто-то танцевал в ансамбле «Вирского», кто-то, не кто-то там, многие ребята, там Александр Сухарев, Ярослав Сухаров, извините, потом Юрий Усатенко, сейчас закончил Александр Грицко, также закончил Илья Верес, Даниленко. То есть, понимаете, это те ребята, которые, в принципе, это вершина нашего профессионального мастерства. Они добились того, что танцевали в ансамбле «Вирского», понимаете, это для нас очень хорошо. Самое интересное, почему у нас такое, как бы, качественное выступление, потому что ребята, которые закончили там выступать или не закончили, они приезжают к нам, и я им даю зал, говорю, работайте с парнями, потому что, знаете, то, что творится в мире, это одно, то, что творится у нас, совсем другое. Хочется, чтобы мы были на очень высоком уровне. Как рассказывает Иван Микулин, чтобы достичь высоких результатов, нужно много трудиться и работать над собой. Он с трепетом рассказывает о каждом ярком артисте, который был или есть участником «Бессарабского сувенира». Все они разные по возрасту или характеру, но объединяет их любовь к танцу. Вот, понимаете, как бы этот момент очень интересен, потому что у каждого свой путь разный. Вот сегодня мы, когда перед съемкой разговаривали с ребятами, они мне рассказывали такие интересные моменты, что кто-то пришел, потому что мама попросила. Вот я надеюсь, что они это расскажут, потому что там у нас есть один мальчик. Мама хотела, чтобы он танцевал. Она видела наш коллектив и говорит, давай я тебе это самое. Ты на мопеде покатался, я тебе куплю Марс, и ты пойдешь в ансамбль. Ну и он как бы, а что, пойду. И удивительно, понимаете, парень пришел, ему понравилось это. Ну вроде бы предлог-то маленький, да. Но он здесь закрепился, и он пришел один, одному всегда трудно. Многие участники «Бессарабского сувенира» пришли в ансамбль, даже не зная о том, что такое хореография. Одни занимались футболом, другие – легкой атлетикой. Поступив в Белгороднестровское педучилище, студенты просто ищут себе увлечения. Задача Ивана Микулина – не только обучить их движениям и связкам, но и рассказать о душевности, показать красоту и природу народных танцев разных стран мира, придать блеска камню и превратить его в бриллиант. Есть ребята, которые вот в педучилище, например, они поступают в педучилище, не зная о том, что такое хореография. Вот у нас Андрей Даниленко поступил, он с Адамовки в педучилище. Он был прекрасным футболистом. Я видел, как он играет. То есть он играл, я вот честно говорю, в любителях, я никого не видел, чтобы так парень играл. Но у него была в футболе травма. И ему сказали, что если ты будешь участвовать в единоборствах, то есть тебя могут опять зацепить, и тогда уже ты будешь, ну, грубо говоря, может быть, даже инвалидом. Андрюха, так как он очень подвижный, очень такой здоровый парень, он решил себя переквалифицировать и ушел с футбола и начал заниматься хореографией. И он добил, он когда пришел, конечно, у него очень слабо это получалось, но он добился такого, что сегодня он закончил студию Вирского. Я вам хочу сказать, что, понимаете, они, попадая к нам в 15 лет, за три года делают такой рывок, который дети не могут сделать с 6 до 15, понимаете. Тут у нас как бы идет такая ускоренная подготовка. И таких примеров достаточно много. Иван Микулин и сам начал свою карьеру со спорта. До сих пор он благодарен преподавателям за те навыки, которые он получил, занимаясь легкой атлетикой. Именно они и дали огромную базу для работы хореографом. Руководитель Бессарабского сувенира рассказывает, в любом виде деятельности самую важную роль несут именно наставники. И сейчас многих так пытаюсь, знаете, я пытаюсь им рассказать про себя, потому что, закончив техникум, я ушел в армию, служил в морфлоте, потом я пришел из морфлота, я танцевал самодеятельно, но занимался своим. Я строитель, я был и мастером, я был, блин, и бригадиром, у меня была своя бригада. Ну, все время меня тянуло к хореографии. Я даже иногда так думаю, господи, неужели я родился для того, чтобы штукатурить? Хочется чего-то большего. Видите, мне судьба дала такую возможность. Я стал сначала руководителем, а теперь уже, я думаю, что и педагогом где-то немножко. Иван Микулин вместе со своей женой Татьяной стараются донести до своих воспитанников, что неважно, какая у человека профессия или звание, если он уверенно идет к цели и действительно знает, что хочет. На репетициях к каждому свой подход. Коллектив все делает вместе. И это благодаря их наставнику. Он объясняет нам того, чего не объяснят нам училище, не объяснят нам дома. Здесь очень дружный у нас коллектив, потому что Иван Иванович, как много больше устраивает нам. Мы ходим в походы, ездили в Умань на экскурсию. С каждой нашей поездкой мы все больше дружим и находим все больше интерес в нашем хобби. Юлия танцует в коллективе уже 10 лет. Планирует связать свою жизнь с танцами. Девушка ни разу не пожалела о сделанном выборе. Сначала я сюда пришла благодаря своей маме и очень благодарна, потому что руководители здесь действительно замечательные. Начиная с Татьяны Анатольевны, которая меня учила с самого детства, заканчивая Иван Ивановичем, который действительно вложил меня всю ту, хоть он и мужчина, но он вложил меня в женственность, которую нужно передавать не только в обычной жизни, но и в хореографии. Но Иван Микулин не только учит танцам. Он действительно заботится о каждом из участников. Организовывает поездки, экскурсии и не только. По словам танцоров, своим подходом он смог объединить настолько разных людей в одно целое. Я танцую в этом коллективе уже 7 лет. И я хочу рассказать о самом ярком моменте лета, который был у меня в жизни. И он связан именно с этим коллективом. В конце августа мы с Бесаравским сувениром поехали в Черкасскую область, в город Умань на концерт, который был посвящен 25-летию независимости Украины. Там мы выступали и дали 6 очень мощных номеров. Там нас приняли очень шикарно. Нам дали шикарный отель, нас кормили. Можно сказать, нас носили на руках. Там я провела свой день рождения. Этот шикарный коллектив меня поздравил просто незабываемо. Иван Иванович в нас вкладывает понимание. Он помогает нам во всем. Во всех наших начинаниях. Он советует нам. Пытается сделать так, чтобы нам же было лучше. Пытается открыть нам дорогу в будущее. Он не просто руководитель. Он, кроме этого, прекрасный педагог. И спасибо ему большое. И Татьяна Анатольевна тоже очень много помогала. Вставляла на место, когда нужно было. Каждому из участников Бессарабского сувенира было, что сказать своему учителю. Мы когда болеем, он может позвонить, спросить, у кого у тебя дела. Помочь. Вообще он очень хороший, мы его очень-очень любим. Да? Бессарабский! Наталья Чеботарь, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Это были все новости на сегодня. Мы встретимся с вами уже завтра, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. В студии для вас будет работать Делена Малаева. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова